Как работал спортивный комплекс ОПП в период пандемии? Как перестать бояться глубины? Идеально ни у кого не бывает. Идеально такого быть не может. Сегодня будем учиться плавать и узнаем все тонкости и нюансы такого вида спорта, как плавание. Приятного просмотра. Ну что, отправляемся сейчас в воду изучать основные упражнения для тех людей, для тех детей, которые только-только начинают свой путь в воде, чтобы увереннее себя здесь чувствовать. Поехали. Приступаем к первому упражнению. Это упражнение называется выдохи в воду с погружением. Значит, смысл в чем заключается? Надо полностью погрузиться в воду, сделать вдох, полностью погрузиться в воду и сделать полностью выдох. Посильнее выдох. Стоп! Берем, сделаем вдох, подгибаем ноги. И колени прижимаем к груди, и руками обнимаем колени. И спина должна быть колесом. Находимся в воде и всплываем. Отодвигаемся от бортика и всплываем. И задержим задержку дыхания сколько есть возможности. 5, 7, 10 секунд. Давай, делаем. Вот, хорошо. Вот, спина на поверхности. Руки обнимаются от коленей. Это упражнение называется поплывок. Так, это упражнение хорошо выполняем. Следующее упражнение звездочка. Это так же делаем вдох. И стараемся лечь на воду, руки поставить в сторону и ноги поставить в сторону и изобразить звездочку пятиконечную. Так, да. Так же на вдохе ровно на воду лечь, голову опустить и тоже на задержке дыхания несколько секунд пролежать. На груди, на груди. Не на спине, на груди, да. Вдох. Да, 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 на груди. Звездочка на груди. Делаем вдох, ложимся. Вот, плавучесть отрицательная по этому лучшим упражнению. Стрелочка называется. Потому что руки, грудь и голова у вас на поверхности, а ноги утонули, да. Вот сейчас проверим плавучесть вашу. Для этого как выполняется упражнение. Руки делаются в замок за головой. Голова между рук в замок. Вот. Встаем у торца бассейна. Делаем вдох. Отталкиваемся от бассейна и скользим по поверхности, сколько сможем проскользить. На задержке дыхания. Без работы ног. Дверь. Сегодня так же тепло. Ну, следующее упражнение. Так же отталкиваемся и работа ног. Ну, упражнение здесь сложно сделать нам у бортика, потому что будет мешать дорожка. Обычно делают у бортика сначала это упражнение. Руками держатся за бортик, ложатся на воду, да, вот здесь вот. И прямыми ногами работать. Носочек оттянутый. Да, вот так. Да, 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 да. Прямая нога практически от бедра и до стопы прямая. Носочек оттянутый. Вот. Посильнее, чтобы ноги делали, чтобы фонтан под ноги делали. Посильнее, посильнее работа ног. Еще сильнее, слабо ноги работают. Вы под водой работаете, а надо, чтобы стопы были на поверхности работали. А, чтобы... Ну, да, да, да. Чтобы ноги работали на поверхности. Вот, да, вот так. Ну, вот хорошо получается. Следующее упражнение этого обучения, выполнение грибка кролем на груди. Можно не так держать, чтобы она не выскочила. А масса большая у вас. Поэтому вам удобнее взять вот так досточку. Вот так под руку. Держать вот так, положить на воду ее, оттолкнуться от бортика, опустить голову. И грибок выполнять под собой до... Одной рукой, да. Выполнять грибок впереди, руку положили до конца прямую. Выполнили полусогнутый грибок под собой до бедра. Руку вытащили, пронесли над водой полусогнутый, опять до конца положили вперед. И так грибок выполняется. Плывем, и вдох делается под руку в конце грибка. Не вперед, а голова желательно, чтобы сделали вдох в сторону. Это сложно, но надо попробовать. Техника плавания кролем на спине. Это ложишься на спину, так же стрелочка руки и прямое тело, и прямые ноги работают. Попробуйте от бортика оттолкнуться. Я не ухожу под воду? Можете по поверхности, можете по под воду, как вам удобно. Но самое главное, лечь ровно. Поднять таз, чтобы не сгибаться. Лечь ровно. Вот ровно легли, вот тело ровно, по прямой тело. Ногами так же работаете быстро, голова лежит на воде. Давай, поехали. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лукова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После таких упражнений на воде лично я буду чувствовать себя более увереннее, я думаю, и вы тоже, особенно те, кто только учатся плавать. Но о том, как не бояться воды, как перебороть страх глубины, расскажет нам Илья Никитин, тренер по плаванию. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, дети многие, да, и взрослые, да, боятся воды, боятся глубины. Как перебороть страх и нырнуть в воду? Ну, желательно, конечно, все это начинать с раннего возраста. Желательно в специализированных профессиональных бассейнах, в лягушатниках, подростковых, чтобы было чувство дна. С маленьких бассейнов начинать, да, нежелательно, там, не с речек, всего остального, потому что дети могут напугаться, потом все это тяжело. Ну, есть специальные какие-то упражнения, игрушки, детям кидаем, ныряем, начинаем лицо в воду опускать, чувство страха уходит, и потом дальше все, кладем на воду и стараемся тренировать. Расскажите немножко про свою биографию, как вы стали тренером и занимались ли вы до этого плавания, зная, что занимались. Я, да, занимался, но у меня получилось, когда то, что говорю про бассейн, сам начал на речке, наобий, поплыл за Аминь. На перегор всем правил. Поплыл за мячиком, родители работали на радиозаводе, бассейн «Аврора» от радиозавода. Ну, естественно, меня туда и записали. Все, потом, все потихоньку-потихоньку пошло, соревнования, одни, другие, ну, достиг звания мастера спорта международного класса, серебряный призер чемпионата мира, чемпион Европы. В каких видах, в каких направлениях может выступать спортсмен? Как это правильно все называется? Ну, у нас четыре стиля плавания. Дельфин, спина, браск, роль. Ну, и есть еще, как бы, смешанное комплексное плавание. Это все стили в одной дистанции заключаются. Я слышал, есть такое понятие в плавании, как тяжелая вода. Что это значит? Ну, это психологическое такое ощущение, но на самом деле, да, есть, как бы, тоже много поплавал. В одном бассейне бывает вода легкая. Это как? Ну, такое чувство, как будто летишь по воде. Вот она действительно. Бывает вода, такое ощущение, как будто резиновая, вязкая, тяжелая. Сжимает тебя, да? Плывешь, так ощущение, как вот, как в желе в каком-то. А бывает на Бадур, вода легкая и летишь. А за счет чего так получается? А это за счет, ну, опять же, физической подготовки. В каком уровне ты подошел, опять же. Это не значит, что там, ну, вода, например, везде одинаковая. Ну, может, из-за того, что где-то прохладнее, где-то теплее. А так, по ощущению, в каком-то физическом состоянии ты подошел к соревнованию. По возрасту ребенку лучше всего так, ну, в кавычках, знакомиться с водой. Если в бассейне в Лягушатнике, у нас дети начинают с трех, трех с половиной лет с инструктором в воде. Потом подростковые, это шесть, семь и семи лет мы уже детей набираем в нашу спортивную школу по плаванию. То есть они уже на большой воде должны держаться. Ну, и хотя бы какие-то азы элементарные. Троль, спина, брасик уже на воде плавать. Ну, от лица тренера плавание развито в Алтайском крае. Ну, если по пятибалльной шкале, я считаю где-нибудь на четыре с половиной. Почему? Ну, потому что, как говорил мой тренер, который заканчивал, идеально ни у кого не бывает. Идеально такого быть не может. Всегда есть к чему стремиться, совершенствоваться. Ну, сравнивать, конечно, дело такое, но все же, когда вы тренировались и как вы себя тренируете, есть различия и в чем? Сейчас, ну, конечно, есть различия. Сейчас и тренажеры более современные, и оборудование всякое новое добавляется. Протяжка у нас есть, то есть у нас как бы этого все не было. Сейчас намного все интереснее. То есть более современные, более технические? Конечно, все развивается. Гидрокостюмы, все, у нас этого не было. Расскажите, зачем гидрокостюмы? Для чего это? Ну, поначалу как бы их начали вводить, они закрывали там практически 80% тела, только оставались кисти, стопы и голова, все остальное. Опять же, все зависит от ткани, как бы ткань была про резины, чувство воды меняется, такое ощущение. Мы когда плавали, на нас их тоже экспериментировали, такое ощущение, как поплывок тебя как будто из воды выталкивает. Снимаешь другие ощущения, как будто маленько, как будто чуть ниже. Расскажите про тренировочный процесс, то есть как часто спортсмены тренируются в бассейне, как часто в зале. Ну, опять же, спортсмены, которые у нас сборная края уже, они тренируются, есть по две тренировки ежедневно. Один-единственный у них выходной, это воскресенье. Залы 3-4 раза в неделю, залы, опять же, тоже есть залы на гибкость, залы специальные тренажеры. То есть дети начальной подготовки 4-5 раз в неделю. Сложно ли содержать бассейн, в котором около 4 миллионов воды? И как держать его чистым? Об этом не только нам расскажет генеральный директор спортивного комплекса ОПИ Сергей Иванович. Сергей Иванович, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, конечно же, сложно. Если брать водоизмещение нашего бассейна, то по объему он равен водоизмещению всех бассейнов 25-метровых в нашем городе. Вот можете сравнить, сколько тут воды, сколько затрат на нагрев ее и обеззараживание, водоочистку. Ну, мы все равно старались в период эпидемии, пандемии, да, пока был запрет поддерживать воду в рабочем состоянии, потому что, если ее не поддерживать в рабочем состоянии, то потом гораздо дороже обойдется сброс воды, по новой набрать, нагреть, очистить. И самое главное, что это потребует временной большой период, около двух недель потребуется для того, чтобы подготовить чашу. Это слить воду, брать воду, провести обеззараживание и нагрев, это уходит две недели. А так мы сейчас, вот нам сейчас указ вышел вчера, сегодня мы уже готовы работать, вы видите, уже и спортивная школа занимается. То есть в течение суток мы будем готовы к работе с населением, предоставлять услугу, потому что звонки идут и звонков очень много. Ну, это радует, это наконец-таки произошло, 25% от наполняемости всего бассейна. Откажите, как сейчас будет складываться работа спорткомплекса «Оке». Ну, 25% для детско-спортивной школы, это где-то в пределах 32-34 человек могут заниматься, ребята, это в зависимости от уровня подготовки. А, значит, для населения, там требования чуть-чуть помягче, там до 48 человек. У нас отдельно часы выделены, бассейн мы пока выделили чисто для спортивной школы, посетителей пока не запускаем, сейчас посмотрим, как это будет вообще работать. Вот, и отдельные часы выделены для населения, для начальных групп обучения, для просто жителей города. Для, значит, групп СОГИ, которые спортивно-оздоровительные, мы введем набор. В группе будет заниматься не более 10 человек с тренером. Вот, а для посетителей, значит, бассейн, максимальная загрузка бассейна, это будет 48 человек. Чтобы проконтролировать посещаемость вот этих 48 человек, мы вынуждены будем первое время работать только через кассу, имеется в виду, при входе, за наличные расчеты или по картам. То есть абонементов пока и билетов профсоюзных у нас не будет, потому что это сложно будет отследить. А нормы мы должны Роспотребнадзора выдерживать. То есть смотреть уже по делу, да, человек пришел, оплатил, плавает, ушел и следующий зашел. Более четкий контроль возможен только тогда, когда мы через кассу обелечиваем. Когда наступил момент пандемии, да, когда закрыли бассейн, мы людям пообещали, что мы возместим им занятия. А вот те люди, которые пришли через кассу, как будет проходить их вот это время в бассейне? То есть на входе их, понятно, температура, руки обработают? Ну, так же, как и в спортивных залах, и так же, как и спортивная школа сейчас, при входе будут замерять температуру тела, значит, у людей. И обязательно требования маска, пока температуру тела не замерили, чтобы обязательно человек был в маске. А в бассейне уже без маски? Ну, конечно, бассейн, конечно же, без маски. То есть мы должны себя обеспечить, обезопасить себя и наших клиентов. С 6.30 детско-спортивная школа заниматься до 10 занятий, бассейн предоставлен детско-спортивной школе. С 10 до 15.00 для населения мы работаем. С 15.00 до 20.00 опять детско-спортивная школа. И с 20.00 до 22.00, два сеанса, два часа, мы предоставляем услугу только населению. То есть детско-спортивной не будет. Каждый год появляются спортсмены, достойные спортсмены, которые борются за призовые места на Перенце и на страны. Поэтому мы надеемся, что такая тенденция сохранится. Работают грамотные тренеры, поэтому и результаты появляются. На этом у меня все. Вы смотрели программу «Спортивный клуб». Боритесь со своими страхами и помните! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!